Здесь будет город-сад. Зеленский хочет сделать Чернобыль, где сегодня ввели в эксплуатацию новую защитную арку над циркофагом на С, туристическим магнитом, символом Украины, землей свободы. Призим подписал указ, открывающий зеленый коридор для туристов. Это при том, что в зоне отчуждения по-прежнему много объектов, излучающих радиацию. Сделать Чернобыль одним из символов новой Украины, без коррупции, без глупых законов, с инвестициями и будущим. Таковы планы Зеленского. Украинский лидер заявил, что пора прекратить отпугивать людей, сделать из зоны отчуждения научный и туристический магнит. Соответствующий указ уже подписан. Заявления прозвучали на церемонии ввода в эксплуатацию новой арки над саркофагом на Чернобыльской АЭС. Конструкция должна стать более надежной защитой от ядерной пыли. Прежний саркофаг, по словам ученых, начал изнашиваться. В научном языке новая защита называется безопасный конфаймент. Его возвели прямо над старым объектом укрытия. Практически надели на саркофаг. Арка подвижная. Объект международного значения начали строить в 2012 году. Его реализация обошлась в полтора миллиарда евро. Деньги на стройку собирали всем миром. Ее финансировали десятки стран-доноров, в том числе Россия, США, страны Европы. О важности и необходимости новой конструкции Бизнес-ФМ рассказал сопредседатель Украинского фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Необходимость строительства данного объекта возникла после того, как стало окончательно понятно, что саркофаг, это то, что сооружалось непосредственно, буквально, короткий период после аварии, он не полностью выполняет свои функции. Происходит утечка радиоактивной пыли, а также есть опасность того, что через определенные щели в саркофаге может просачиваться вода с соответствующими последствиями для попадания в грунтовые воды. Для этого был реализован проект безопасного конфаймента. Стоимость его, к сожалению, в процессе примесила полтора миллиарда евро в конечном итоге. Ну и украина всем миром, где мир собирал деньги на этот проект, там основное количество средств пожертвовано международными донорами. Украинский вклад там незначительный. Вот для этого он нужен, чтобы на сто лет обезопасить разрушенный реактор, сделать невозможным существенное влияние на окружающую среду. А также обсуждаются вопросы частичного разбора конструкций разрушенного четвертого блока. Есть несколько решений по этому поводу, какое здесь будет принято, пока, насколько мне известно, нет окончательного решения. Дмитрий Моронич, крупнейшую в мире подвижную конструкцию над саркофагом построили еще в ноябре 2016-го, но вводят в эксплуатацию только сейчас. По-моему, было время, чтобы проверить ее надежность. Испытаний было много, но это тот случай, когда лучше задержать ввод, говорит главный редактор информационного ресурса AtomInfo.ru Александр Уваров. Авария на атомной станции, она трансграничная. Радиация, она не останавливается возле границы государства. И последствия аварии тоже, в общем-то, за их ликвидацию берутся всем миром. Хороший такой пример, вот, строительство нового укрытия на Чернобыльской АЭС, сотрудничество самых разных государств, у которых непростые отношения между собой, но тем не менее, вот, все вместе внесли определенные суммы. Периодически выполнялись цельные технологические операции, о которых шла информация, что вот, он уже построен или почти построен. Это действительно довольно сложное, уникальное сооружение. Для ввода в эксплуатацию этого конфаймента требуется большой объем проверок, чтобы убедиться в том, что он построен надежно и безопасно. Это как раз та ситуация, где не нужно гнаться за сроками. То есть здесь лучше сто раз перепроверить, чем потом страдать от того, что вот какая-то ошибка не была выявлена. Это нормальная практика для атомной энергетики. В автономной отрасли мы не стремимся сдавать что-то там к сроку. Лучше чуть-чуть подождать, но зато быть полностью уверенным в том, что ничего не сломается в будущем. Александр Уваров ввели в эксплуатацию новую конструкцию представителей Европейского банка реконструкции и развитием, но он курировал финансирование стройки, также чиновники из Украинского министерства экологии. Длина арки 165 метров, высота 110, вес 36 тысяч тонн. Срок эксплуатации новой защиты от радиоактивной пыли 100 лет. В Союзе Чернобыль выступили против превращения зоны отчуждения в туристический центр. Как рассказал президент организации, один из ликвидаторов Чернобыльской катастрофы Вячеслав Гришин, решения Зеленского безнравственные, вызывают недоумение. Прежде чем принимать решения, общество должно знать, насколько опасно или безопасно сегодня нахождение 30-комметровой зоны вокруг Чернобыльской АЭС и в Припяти. Для этого мы полагали бы объективное мнение не самой украинской власти, а именно международной независимой комиссии с участием общественно-экологических организаций, которые провели определенные исследования. И тогда, после опубликования данной информации, можно было говорить относительно дальнейшей судьбы зоны. И полагаю, что эксплуатация зоны в случае безопасного, мне кажется, не с туризма должна начинаться. Еще более трех миллионов людей проживают в загрязненных территориях Украины, России, Белоруссии. Более 300 тысяч оставшихся в живых ликвидаторов сегодня считают данное решение безнравственным. Чернобыльская авария – это не только техногенная катастрофа, а это еще и гуманитарная катастрофа. Я полагаю, что одной из причин является то, что Зеленский и его команда – достаточно молодые люди, которые не ощутили весь трагизм, произошедший в Чернобыле в 1986 году. Погоня за различными путями выхода из кризиса, экономического кризиса прежде всего, порождает другой кризис – кризис безнравственности. Поэтому мы против. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о превращении Чернобыльской зоны отчуждения в одну из точек экономического роста страны. По его словам, необходимо пресечь коррупцию, развившуюся вокруг этой территории, и привлечь к ней внимание туристов, сняв запрет на фото и видеосъемку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!